Участники валютного рынка пытаются переключиться и вернуться на рынок, не вспоминая о периоде неопределенности, связанной с решением британцев жить отдельно от Европейского Союза. Тем не менее, трейдеры продолжают покупать японскую валюту, и причина – не столько в нежелании рисковать, сколько в ожидании стимулирующих программ от Банка Японии, а также в статусе иены в качестве валюты фондирования. Японская иена в паре с американским долларом выросла, отыграв около 80 пунктов. Котировка USDGPY по итогам азиатской торговой сессии находилась вблизи уровня 102.50. Сегодня стало известно, что дефляционное давление на японскую экономику сохраняется. В мае месяце годовой уровень инфляции углубился в зону отрицательных значений, но оказался выше прогнозов. Рынок довольно пессимистично ожидал падения цен на 0,5%, однако по факту потребительские цены снизились на 0,4%. Заметно снижается и активность в производственном секторе страны восходящего солнца. И причина – тому дорогая национальная валюта, которая снижает конкурентоспособность товаров японских производителей на мировом рынке, где и без того вялый спрос. В таких условиях отмечено падение фондового рынка Японии. Инвесторы распродают акции японских компаний, обналичивая их в японскую валюту, что и поддерживает курс иены. Сокращается деловая активность и на китайских производственных предприятиях. Сегодняшний отчет экспертов Тайшин зафиксировал минимальное значение индекса PMI в ключевом секторе китайской экономики за последние 4 месяца. Индикатор деловой активности опустился с 49,2 до 48,6 пункта. Аналитики ожидали менее резкого ухудшения ситуации и прогнозировали значение индекса на уровне 49,1 пункта. О дальнейшем развитии событий на финансовых рынках вы узнаете из наших информационных выпусков на канале ИнстаФорекс ТВ. Оставайтесь с нами!